Приветствую вас. Аноним, давайте разберем ваш вопрос. Хочу перевести роман в брак. Пишите вы, реально ли это? Три года встречаюсь с мужчиной, ему 50, мне 45, он разведен. Я тоже был в долгий брак, теперь один. У меня сын, 10 лет. В принципе, гостевой брак не хочу. Сначала была перепугана, после развода боялась опять в омут. Встречи начались с секса, так и остались на уровне моих приездов к нему, как позвонить, пригласить в гости. Но все откровенно, мне не хватило веры в себя, я вступила в такой формат ради интимных отношений. Сейчас так уже не хочу, были поклонники ухаживания. Самоценка восстановилась. Хотя с этим мужчиной просто хорошо быть вместе, много чего совпадает и комфортно. А серьезно, мы о браке толком не говорили. Все света какая-то, да и живем в разных краях города. Сейчас бы сделаю все по-другому, но время не вернуть. Вопрос. Не знаю, как переделать отношения. Как позвонить, сказать, что я не девушку по вызову? Он скажет, что до этого ей была. Выходит, было шучу, конечно, но по большому счету ведь так. Я хочу все иначе. Знак вопроса. Правильно ли будет сесть и поговорить по-серьезному? Просто есть такое предубеждение, что это неправильно, что мужчины не любят такие разговоры. Наоборот, на правом так все испорчат. И какая ключевая мысль? Закрепляемся с безответственными отношениями с понедельника. Новая жизнь. Звучит глупо. Или порвать отношения. Ночная буря начнет возращать. Но этот вариант кажется из области романтических сказок. Скажите хоть что-нибудь совсем в тупике. Заранее огромная благодарность. Пишите увы. Ну, в первую очередь, наверное, стоит сказать, что давать тут какие-то советы, мне кажется, несколько неэтично, как и вообще давать советы. Но все-таки психологи, наверное, не занимаются тем, что дают совет. Мы как-то больше помогаем разобраться в себе, в человеку. И в данном случае то, что, например, я вижу, исходя из того, что вы описываете, то, что вы сами видите, исходя из того, что вы описываете, как мне кажется, достаточно очевидным. Это вопрос, наверное, в первую очередь, именно ваших приоритетов, которые сейчас, судя по тому, что вы описываете, несколько изменились, стали другими. Но вы не знаете, как мужчина несколько сказал. На мой взгляд, также то, что вы описываете, еще и связано с тем, что вы несколько корите и вините себя за то, что, ну, совершали какие-то действия, которые для вас, может быть, на данный момент не являются какими-то, ну, хорошими, да, то есть, встречалось чисто ради интимных отношений и так далее. То есть, это вот, вероятно, то, что вам, ну, не очень, не очень нравится. Это то, что вы, вероятно, считаете как-то вот не очень для себя корректным, за что себя вините. И считаете, как бы, что вот, ну, в данном случае получается, что вас как-то вот, ну, мужчина, например, использует, да? То есть, вы были на одном месте в отношениях, сейчас хотите быть на другом. Ну, это, в принципе, вполне нормально. На мой взгляд, с течением времени, с течением, как бы, развития, так скажем, отношений, мы меняемся, мы хотим чего-то другого. Я в этом, по крайней мере, ничего такого особо негативного не вижу. Да, есть, конечно, некоторая проблема в том, чтобы донести до человека, вот, вашу точку зрения. Есть страх, что он вашу, ну, вашу, скажем так, новую точку зрения не примет. Есть опасение вас, что он вас отвергнет и что отношения закончат. А здесь вот, какой есть момент. Он двух сторон. Первый момент, то, что вы, в принципе, хотите чего-то серьезного, да? С одной стороны, это ведь нормально, что ваши ценности несколько может не укладываться в такой формат отношений. И вполне нормально, что вы не считаете для себя нормальное нахождение в таких отношениях. Ну, я имею в виду, какой-то, может быть, длительный промежуток времени, да? Вот. А мужчина может считаться. Для вас это может быть ненормально, а для мужчины это может быть более чем адекватная позиция. Поэтому ваши ценности, ваши приоритеты необходимы обозначить и выражать. С другой стороны, если вы хотите решить проблему, например, собственной безопасности, то есть если вы себя, ну, не чувствуете в безопасности, так скажем, то это немножко другое, немножко другой аспект. И, естественно, если вы дадите мужчине об этом понять, он это почувствует. И почувствует, что вы перекладываете на него ответственность в данном случае за вашу безопасность. И вот это уже может быть серьезной проблемой. Именно об этом разговоры мужчины не любят. Поэтому необходимо разграничить эти два. Понятно. Необходимо разграничить эти две сферы и не путать их вместе. Сфера ваших ценностей это одно, а сфера ваших потребностей это другое. И как бы обе эти сферы немножко по-разному выражаются, да, немножко по-разному они, так скажем, озвучиваются. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, что хочу перевести отношения в брак. Да? Вот. Вы это хотите сделать по какой, собственно говоря, причине, да? Потому что пора, или потому что хотите мужчину к себе привезать, или потому что, как бы, считаете, например, что отношения без брака не очень хорошо. Или вам хочется с этим человеком всю жизнь бросить, вы уверены, что брак как бы, ну, сделает его мужчину, я имею ввиду, счастливым. Это тоже очень важный момент. Важно, чтобы вы сами себе могли на этот вопрос ответить, потому что если вы в браке, если вы хотите быть в браке, для того, чтобы, вот я повторюсь, да, для того, чтобы решить, ну, какую-то свою проблему, да? Это не то же самое, что вы хотите в браке, быть в браке для другого человека. Поэтому я думаю, что вам, как бы, здесь тоже нужно разобраться в себе. Вот. По вашему описанию, вот, то, как вы описываете это, на мой, ну, на мой скромный взгляд. Вы здесь испытываете, ну, достаточно сильную, на мой взгляд, тревогу. Вы тревожитесь. Вот. Вы боитесь, что мужчина там будет вас использовать и что-то такое. Ну, вот, что говорит о том, что не всегда вы достаточно хорошо чувствуете и ощущаете свои, так скажем, личные границы, да? То есть, вот, не всегда, не всегда вы чувствуете себя, не всегда вы чувствуете, например, то, вот, чего вам, допустим, хочется и, как бы, ну, то ли это, что вам хочется. Вот. Вот. Поэтому это тоже очень важный момент, на который здесь нужно обратить ваше внимание. Редко, когда, а, человек разводится с, а, своим партнером просто так. Поэтому тот факт, что вы, например, разведены со своим мужем, да, тот факт требует, на мой взгляд, своего внимания. Потому что, а, вполне возможно, что те причины, по которым вы развелись со своим мужем, да, они уже могут, а, повлиять на, а, ваши текущие отношения. Если не сказать больше, если не сказать, что они уже влияют на ваши текущие отношения с, а, мужчиной. Вот. Это, конечно, пока только предположение, но, тем не менее, вероятность этого достаточно, как мне кажется, велика. Поэтому здесь тоже нужно проанализировать ваши отношения в браке и найти, а, так скажем, деструктивные паттерны поведения. Вот. Их подкорректировать, чтобы не было влияния на ваши настоящие отношения. Следующий момент. Человеку 50 лет. 50. А, и никто, конечно, не говорит, что, что он старый. Вот. Но, совершенно очевидно, что, в таком возрасте человек уже, как правило, совершенно четко знает, что он хочет. Совершенно четко понимает, что ему нужно. И, на мой взгляд, если мужчина, ну, вот, сам, в какой-то степени, не заводит разговор про брак, вот, то есть большая вероятность того, что он, этот самый брак, ему не очень нужен. Вот. Поэтому вам нужно быть в данном случае, как мне кажется, готовый, в первую очередь, к тому, что на серьезные отношения человек на данный момент не готов. Не хочет. Это не значит, что с вами что-то не так, а это не значит, что вы какая-то не так, а это значит, что мужчина такой. Но, и вполне вероятно, что будь вы более серьезный, то есть той, о которой вы говорите, вполне вероятно, что отношения бы с ним у вас бы и не получились, и не сложились бы. Это, конечно, не факт, это, конечно, только предположения, но есть у этого предположения, как мне кажется, довольно-таки серьезные основания. Поэтому, поэтому мне тоже хотелось бы ваше внимание как-то обратиться, да, понимаете, что я имею в виду в данном случае, вот. Опять очень важный аспект, на котором, ну, о котором вот я сейчас вам говорю. Конечно, если вам что-то не нравится, если вас что-то не устраивает, об этом нужно говорить. Но говорить об этом нужно в рамках своих высказок, в рамках своего развития, в рамках своих ценностей, а не в рамках претензий к человеку, не в рамках каких-то требований к человеку и так далее. Это действительно может отталкивать, вот. Поэтому, если вы, допустим, человеку скажете что-то вроде того, что, ты знаешь, вот, например, такой формат отношений, когда ты звонишь и я приезжаю. Такой формат высказывает, он, на мой взгляд, по моему мнению, ну, такой вот вполне, скажем, скажем, адекватный, вот. Это не значит, что вы так вот человеку выскажете свои мысли, и он вас примет. Но это, по крайней мере, покажет вам то, насколько мужчина вообще вам дорожит, насколько человек вас ценит. Вы говорите про то, что он вас может возвращать, вы говорите про то, чтобы, ну, разрывать отношения, рвать их, мне не кажется, это какой-то такой вот хорошей, честно говоря, идеей. Потому что это психология и подобная модель называется, называется вообще-то манипуляция. Вот, это совершенно не значит, что вы не можете так поступать, вы можете поступать абсолютно как вам угодно, вы можете действовать абсолютно как вам хочется, вот. Я просто больше говорю о том, насколько это вот какая-то такая вот продуктивная история. Надо ответить, насколько это, ну, корректная история, насколько это адекватная история, насколько эта история отражает ваши собственные, так сказать, ценности. Вот, в принципе, если вы научитесь разграничивать свои ценности, то есть некоторые приоритеты, которые корректируют, ну, ваше поведение, да, и отличать их от своих потребностей, вот, то этого, в принципе, уже будет достаточно, это уже, в принципе, в принципе, будет победа. Вот. А вы спрашиваете о том, насколько реально перевести вот не серьезные отношения, да, в рамках, ну, в разряд серьезных, насколько это реально. Я бы сказал, что это, конечно, реально, но многое зависит от того, что вы понимаете под серьезными отношениями, и многое зависит от того же, насколько для вас важны серьезные отношения. То есть, если для вас серьезные отношения, то есть безопасность важнее, чем сами отношения, то, конечно, это ваш выбор. Конечно, это в любом случае ваше решение, но за это, как мне кажется, придется расплачиваться определенным образом. Что-то из-за этого, вы должны будете заплатить определенную цену, вот. И готовы ли вы ее платить? Осознаете ли вы ее? Осознаете ли вы эту цену? Вот в чем, на мой взгляд, очень важный, эм, так скажем, вопрос, да? Который вам нужно было забрать. Следующий момент. Тупик. Состояние тупика, который вы описываете. Тупик является одним из элементов человеческого поведения. Тупик является с точки зрения психологии некоторой игрой психологической, где человек, к примеру, не хочет или боится, брать на себя ответственность. То есть вы, по-видимому, боитесь этой ответственности. Вы, по-видимому, боитесь принимать некоторые решения. Вот. И хотите, чтобы вам кто-то подсказал решение правил. Но это ваше жизнь. И вы, только вы, можете принимать, эм, решения в своей жизни. Какими бы они ни были, ошибочными или не очень. Поэтому, на мой взгляд, ситуация здесь, в первую очередь, именно связана с данными аспектами и данными элементами. А именно, вашей неуверенностью в себя. Ведь не просто так. После развода у вас пощатнулась, как вы сами сказали, самооценка. Но не вероятно, что они совершенно не просто так. У этого были и, вероятнее всего, остаются основаниями. И вот, на это вам и нужно обратить свое внимание. И с этим вам нужно, в первую очередь, как мне кажется, поработать. А уже дальше, когда вы будете, например, в себе несколько лучше разбираться уже дальше, когда вы будете более-более внимательны к себе и сможете дифференцировать то, что с вами происходит. Вот уже тогда, у вас и появится шанс выразить, так скажем, мужчине свою позицию. Какой бы она ни была. И, в общем и целом, не так важно, согласиться он с ней или нет. Если у вас есть, к примеру, страх того, что вас отвергнут или страх того, что вас сбросат, допустим. Это отдельная тема для разговоров. Это отдельная тема для беседы. С вами. Вот. И решать это нужно несколько в отдельном ключе, не связанном с контекстом отношений, в которых вы сейчас находитесь. Потому что, как правило, подобный страх, он берет свои, если можно так сказать, истуки, ну, в личном опыте человека, да? То есть я, ну, не буду говорить, например, что этот опыт связан обязательно с детством, вот, потому что, ну, не обязательно этот опыт должен быть связан с детством. Не обязательно. Вот. Но, то, что это личный опыт, это факт. Вот. Понимаете, да? Поэтому вам нужно обратить внимание на данный аспект, как мне кажется, для того, чтобы иметь для себя возможность развиваться в отношениях. Для того, чтобы иметь для себя возможность быть свободной в отношениях. И так далее. Вот. Чем больше у вас общего с мужчиной, тем больше, конечно, вероятность того, что он захочет, ну, с вами быть, он не захочет вас терять и согласиться там. Условно говоря, на ваши партизан. Вот. Но я все же думаю, что чем больше вы будете полагаться на себя, тем лучше будет для вас. Вот. Таковы мои мнения. И я ведь вижу, вот, основную проблему в том, что вы описываете. Не в том, как перевести ваши отношения в разряд серьезных. А в том, больше, что вы не уверены в себя. Что вы несколько тревожны, что вы несколько боитесь, что вы сомневаетесь и так далее. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Я ни в коем случае не хочу сказать, что то, что вы делаете это ненормально и так далее. Но я хочу сказать, что это можно подкорректировать, если такое желание у вас стоялось. Вот. А мы, мы вам в этом с большим удовольствием, по крайней мере, я поможем. Да? Вот. 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 Так вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарить за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.